Приветствую всех любителей цветов! В сегодняшнем видео я хочу рассказать об удивительно ярком и красивом растении, которое вам точно не даст заскучать. Нижний вид его цветов настолько красочный и разнообразный, что их хочется рассматривать бесконечно. Называется это пюстрое чудо – Mimulus. Название Mimulus происходит от латинского слова Mimus, что означает шут. Скорее всего его выбрали из-за броской окраски или весьма необычной формы цветов. Бутоны Mimulus чем-то напоминают мордочку обезьянки, из-за чего это растение еще называют обезьяньей цветы, а в народе Mimulus называют просто губастик. Многие цветоводы сравнивают внешний вид его цветов с львиным зевом и орхидеями. Связано это с их формой и необычной пятнистой окраской. Это неприхотливое растение красиво смотрится не только в цветнике, но и в подвесных кашпо, в высоких вазонах, посаженном на подпорных стенках и альпийских горках. Уход за губастиком достаточно прост. Но чтобы этот яркий цветок как можно дольше радовал вас своей красотой и обильным цветением, необходимо знать некоторые секреты его выращивания. Как всегда, хочу попросить зрителей, которые уже выращивали это растение, поделиться своим ценным опытом. Я всегда благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Mimulus – это травянистое растение, которое начинает цвести уже весной и продолжает радовать цветами даже в осеннее время. По окончанию первой волны цветения, кустики необходимо подстричь и подкормить комплексными минеральными удобрениями. После чего Mimulus выпустит молодые побеги со цветениями и станет повторно и даже намного обильнее цвести. Уход за этим растением нельзя назвать сложным. Но чтобы поддерживать его красивый вид, увядшие цветки лучше вовремя удалять, а также следить за своевременным поливом и подкормками. В садах средней полосы Mimulus пока еще редко встречается, хотя его семена сейчас продают многие агрофирмы и найти их в продаже не составит труда. Этот яркий цветок с каждым годом обретает все большую популярность, ведь растений с такой интересной красочной окраской, причудливой формой цветов и долгим цветением надо еще поискать. Mimulus способен преобразить любую садовую клумбу, а вазоны с его цветущими кустиками можно расположить на лоджии, в светлом подоконнике или украсить ими преддомовую территорию. Такой цветок с легкостью подымет ваше настроение даже в пасмурную погоду. Его яркая краска всегда привлекает внимание, а причудливый рисунок на лепестках вызывает желание рассмотреть эти цветы поближе. За это Mimulus и любят. Большинство видов этого травянистого многолетника – склоняющиеся побеги с множеством пестрых цветков. Mimulus отлично подходит для высадки в открытый грунт, так и контейнерного выращивания, но есть разновидности и с прямостоячими побегами. В средней полосе его кустики чаще всего выращивают как однолетник или же заносят вазоны на зимовку в отапливаемое помещение. Хотя среди этой цветочной культуры есть достаточно холодостойкие виды, которые способны выносить понижение температуры до минус 20 градусов. Высота Mimulus зависит от вида и сортовых характеристик. Среди этого красивого растения есть много разных декоративных представителей. Очень популярны Mimulus цикровый, другие его названия – крупноцветковый, губастик гибридный или леопардовый. Все они не отличаются высоким ростом и достигают высоты максимум до 30 см. Зато их цветы поражают своей необыкновенной яркой окраской и характерным рисунком в виде темных пятен. Они распускаются в пазушных или кистевидных соцветиях уже в начале лета. Mimulus гибридный – это компактные и эффектные растения, которые очень удобно выращивать на переднем плане цветника или в контейнерах. У тигрового Mimulus насыщена зеленая овальная листва с зубчатыми краями. Цветы около 5-8 см в диаметре, которые бывают разного цвета. Среди сортов большой популярностью пользуются Mimulus Flower King, Magic Spots, сорт Viva, Brass Monkeys, Twinkle Mixit и другие. После цветения на кустиках созревают семенные коробочки. Со временем они растрескиваются, и из них на землю высыпается множество мелких коричневых семян. Этот жизнерадостный пестрый цветок можно размножить посевом семян на рассаду. В регионах с мягким климатом Mimulus высевают сразу в открытый грунт, примерно с середины апреля. Посев на рассаду проводят в марте-апреле. Для этого подготавливают очень рыхлую и слегка влажную почву. Можно использовать смесь из универсального грунта, агроперлита, торфа и речного песка. Семенной материал этой культуры очень мелкий. Чтобы семена более или менее равномерно распределить по поверхности почвы, их можно смешать с песком, после чего аккуратно посеять поверху слегка уплотненной земли. Заклуплять их не надо. После этого посевы необходимо сбрызнуть водой из мелкодисперсного пульверизатора и накрыть стеклом или пленкой. Емкости обязательно ставят в прохладное помещение. Это очень важно. Дело в том, что Mimulus предпочитает развиваться в прохладных условиях. Проклюнувшиеся всходы можно выставить на лоджию или холодный подоконник с температурой до 12-15 градусов тепла. При этом не забудьте про дополнительный свет. Подсветка крайне важна, так как без хорошего освещения и в более теплых условиях молодые всходы начнут сильно вытягиваться и со временем могут просто погибнуть. Поэтому температуру для выращивания Mimulus следует повышать постепенно. Появлением нескольких настоящих листочков рассаду пикируют в отдельные емкости. Каждый горшочек можно высадить по 3-4 растения. Для молодой рассады очень важно нарастить крепкие корешки, а для этого их потребуется периодически подкармливать калийными удобрениями. Только для таких нежных растений берите слабую концентрацию. У подросших Mimulus необходимо прищепнуть макушки. Делают это для лучшего развития кустиков и стимулирования роста боковых побегов. На постоянное место в сад рассаду высаживают примерно середины мая, а в регионах с мягким климатом и того раньше. Эти цветы достаточно холодостойкие и нет необходимости для их высадки ждать прихода жары. Кстати, Mimulus крайне не любит пересыхание почв. В жаркие дни для него очень важен систематический полив. Учтите, что в особо засушливый период этим цветам, возможно, даже потребуется полив 2 раза в день. Кустики Mimulus высаживайте на клумбу с расстоянием 20-30 см друг от друга. При перевалке рассады старайтесь не нарушать земляной ком и как можно меньше травмировать корни. Почва для этого растения должна быть не только рыхлой и питательной, но и со слабокислой реакцией. Стоит отметить, что семенной размножения Mimulus достаточно хлопотное занятие. Намного проще его размножить летним черенкованием. Для этого срезают боковые побеги, нижние листья удаляют и заглубляют черенки в рыхлый влажный грунт, дополнительно накрыв их прозрачными пластиковыми контейнерами. Чтобы Mimulus обильно цвел и постоянно завязывал цветочные бутоны, его необходимо удобрять. Для этого отлично подойдут фосфорно-калийные составы. Mimulus также любит внекорневые подкормки по листу. Только не опрыскивайте кустики в солнечную погоду, чтобы не обжечь листья. Лучше это делать утром или в вечернее время. Для цветения растениям важен свет, поэтому кустики лучше всего высаживать на солнечных местах или в небольшом притенении. Однако в жарких южных регионах этому цветку все-таки больше подойдет полутень. Повторюсь, Mimulus любит расти во влажной почве и не терпит пересыхания. Для удерживания влаги землю под растениями можно сабульчировать. Не забудьте после первой волны цветения кустики подстричь и подкормить. После такой процедуры Mimulus хорошо отрастет и станет цвести еще обильнее. Этот цветок полюбили не только за внешний вид, но и за его холодостойкость. Mimulus спокойно переносит даже осенние заморозки до минус 3 градусов. Однако при выращивании этой культуры в садах средней полосы следует знать, что Mimulus в открытом грунте не перезимует. Его кустики осенью коротко обрезают, выкапывают, пересаживают в горшки и заносят в дом. Базоны лучше располагать на самых прохладных подоконниках или лоджии. А весной, когда минует угроза возвратных заморозков, растения снова высаживают в открытый грунт. С помощью цветов Mimulus можно украсить сад даже в полутенистых и влажных местах, например у водоема. Его яркий вид с легкостью оживит любой уголок и подымет вам настроение даже в самую пасмурную погоду. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте пожалуйста поставить лайк и до новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok